Мраморные колонны стиля эпохи Екатерины II. Огромный зал для бракосочетания. О таком роскошном дворце молодожёны Краснодара раньше могли только мечтать. На месте бывшего Деказип теперь Екатериненский зал. Лучший в Южном федеральном округе. Подобный есть только в Москве и Петербурге. Зал 470 метров. Соответственно, это единственный зал. Это историческое событие сегодня у нас. Как, собственно говоря, и стол. Наверное, такого стола нигде у нас нет. Это из мрамора стола. Специально совершенно сделан. Я верю, что очередь будет краса. Реконструировали здание 4 года. Сегодня губернатору Александру Ткачеву показывают обновлённый дворец бракосочетаний. Это целый комплекс. Здесь и свадебный салон, и ресторан, и два зала для торжественных обрядов. Комната для невесты. На втором этаже зал для камерных регистраций. Именно здесь, за чашкой чая, руководители отделов ЗАГС из Краснодара и других районов рассказывают губернатору сегодня о своей работе. Непосвящённому человеку кажется, что труд работников ЗАГСа прост. Но специалисты рассказывают, что помогает профессии не только хорошая дикция, но и настроение. Времена и нравы меняются. Это тоже нужно учитывать на церемонии бракосочетания. Три года назад мы работали с текстами, которые были в 87-м году. Я впервые пришла в ЗАГС. Там была первая фраза. Мне, депутату районного совета. Я знаете, у меня всегда мурашки по коже, конечно. Но думаю, какой ужас. Сегодня люди у нас говорят, добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать в этом торжественном зале. В Краснодарском крае сейчас свадеб играют больше, процент разводов уменьшился. Растёт рождаемость. Важно теперь, чтобы в каждой кубанской семье было не меньше трёх детей, замечает Александр Ткачёв. Это политика края. Мы должны менять демографическую ситуацию. Мы должны создавать условия для того, чтобы больше детей, детишек рождалось в нашей стране. Естественно, мы рассматриваем всё через призму нашего региона. нашего края. И, конечно, то, что за последние годы, за последние 13 лет, я бы сказал, ситуация в корне меняется. И мы наконец-то победили смертность. Рождается больше детей в нашем крае. И это, конечно, предмет гордости для нас. Люди думают уже о втором, о третьем ребёнке и так далее. Эти тенденции мы замечаем, мы их слышим, видим. И надо, чтобы, конечно, это развивалось ещё в большей степени и стало такой нормой. В край вкладывают значительные средства в развитие здравоохранения. Всё больше рождается здоровых детей. Удаётся спасти даже недоношенных малышей. Поэтому смертность удалось победить. У нас сейчас рождаются дети. Мы их регистрируем весом от 500 граммов. Раньше это не было такой регистрации. Смертность на Кубани стала меньше. Плюс у нас работает очень хорошо наше ЭКО. 610 пар воспользовались услугами и 200 с чем-то малышей родились. То есть это заведомо бесплодные пары, которые обрели радость отцовства и материнства. И это тоже повысило нашу рождаемость. Впрочем, говорили сегодня не только о работе. Тех, кто практически каждую неделю скрепляет узами брака семьи, интересует и личная жизнь губернатора. Семейные традиции встречи Нового года и Рождества. Рассказал Александр Ткачёв даже о своей свадьбе. Ваш брак, он освящен церковью? Вы венчаны? Да, венчаны. Ну, правда, спустя, не знаю, лет 15, по-моему. Первая регистрация молодожёнов в Екатериненском зале пройдёт уже в эту субботу, 28 декабря, в день официального открытия. А с 9 января уже заключать браки здесь будут ежедневно, не только в привычные пятницу и выходные. Ещё одно новшество – электронная очередь. Через терминалы можно выбрать дату регистрации и здесь же оплатить госпошлину. Евгений Вольский, Денис Москаленко и Валерий Пятов, 9 канал Краснодар.